Ох, это было Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Даже хай-бхакти-виласу мы не сможем исследовать. Почему, что вы говорите о чьем-бхагатах? Итак, полумерия, есть чешта, знаете, есть два понятия такие, чешта-рупа и бала-рупа. Бала-рупа это то, какой мотив и какой цель мы преследуем в своей деятельности. А чешта-рупа это внешний югерал, внешний югерал. Утром и вечером брамачали должны выходить на улицу, просить подаяния, и потом все собранное отдавать духовному учителю. Для грехаски что это? Зарабатывать, зарабатывать. Да, ходить на работу, зарабатывать и поддерживать общину этим самым. Есть он должен бесить тогда, когда духовный учитель ему скажет. А если гуру не дает такого указания, брамачали должен поститься. Для людей, живущих в семье, как это реализовать? Да, души. Души, а рейтинг, а сейвизи, кушают. Денег нет, иду в храм и там вкушу, да? Как вариант. Нет, на самом деле все довольно просто. Человек для того, чтобы вкушать, он должен для себя взять какую-то врату, что до вкушения он должен выполнить определенные анги преданного служения. Например, люди дают самый простой обед, не есть до мангварти. Человек встал, и до мангварти не кушают. Хороший обед. А ведь есть те, которые после стани, погибли. Есть обед, не есть до того, как не прочитаешь свои шинанские дни. Хороший обед. Не есть, пока не проведу путь в жерстал. Если уже, как бы, человек пропоняется. Тоже обед. И это все грехаски больше обедают, потому что драмачари, они зависимы в распорядке своего дня. Они не могут его сами с себя скомпоновать, потому что от них мало чего зависит. А грехаска была обязана, спланировать свой день, да? Так, чтобы в него день начинался принять на себя каких-то добровольных мишенек, каких-то небольших атарбаскез, чтобы показать свою верную игру и кришну. Брамачаре следует быть обходительным и вежливым. Он не должен копить вещи и есть больше, чем нужно. Он всегда должен быть занят делом, умело выполняя свои обязанности и твердо веря в наставление духовного учителя и шаста. Общаться с женщинами или с теми, кто находится у них в подчинении, Брамачаре может лишь по необходимости. И при этом он должен скромно держать в узде свои чувства. Даже грехаска, при всей его силе защиты от супруги, для него это опасная вещь, общаться с людьми, общаться с другими женщинами или с людьми, которые привязаны к женщине. Асад Сангатияга и Вашнавачар, Стрешудра Эка Асаду, Кришна Бхакта Ара, Господь Читания дал определение, кто же такой Вашнав. Он говорит, Асад Сангатияга и Вашнавачар. Поведение Вашнава это Асад Сангатияга, отказ от общения с материалистами. И дальше он конкретизирует, с кем конкретно. И Стрешудра, Стресандра Эка Асаду, Эка Асаду, Первая Асадка, Первый материалист, это Стресандра, тот, кто привязан к общению с женщиной. И Стресандра Эка Асаду, Кришна Бхакта Ара, второй, просто непреданный Кришна. То есть даже преданный Кришне, но привязанный к общению с женщинами, находящийся в зависимости от этого, это, кстати, к женщине относится, привязан к общению с мужчиной. Не надо разделять. Если маты же будет общаться с матой, которая чрезмерно привязана именно к общению с мужчиной, не то, что она держит свое бед целомудрие, как мужу, отцу, сыну, гуру, а именно привязана к общению, то для этой маты же будет тоже Асаду. Брахмачария и вообще любой мужчина, который не живет семейной жизнью, должен строго избегать разговоров с женщинами или о женщинах, ибо чувства настолько сильны, что могут заволновать даже Унцаньяси, того, кто уже отвлекся от мира. Если жена духовного учителя молодая, Людмин Брахмачарий не должен позволять ей расчесывать ему волосы, делать массаж с маслами и купать его, как любимого сына. Ну, Брахмачарий тоже отмазится. Если у духовного учителя есть молодая жена, то не стоит, давайте, возможно, скупать себе, и терять на слами. Но считаю, что он уже отмечает. Брахмачария или Брахмачария, которые следуя этим наставлениям, хранят обед целомудрия, не должны подводить себе глаза. У нас это не особо практикуется. Но я не берусь говорить, если здесь скидка для Брахмачария, те, кто не живет с ними, неужели макожевого. Будем пока считать, что в мужском роде. Все, чтобы у меня на то и так уже началось рассадки удалить. Втирать голову масло, массировать тело руками, разглядывать и рисовать женщин, соответственно, мужчин. Есть мясо, пить вино, украшать себя гирляндами. Не то, что нам маха просат, это одно из актриленов служения, носить гирлянду, предложенную божеству. А просто, я бы украсил себя гирлянду, на дуру. Ну, просто вместо какого-то ожерелья, не знаю, что там, вешать, и красить гирлянду, себе одеть. Пользоваться ароматическими протираниями и носить украшения. От всего этого им нужно отказаться. Соблюдая перечисленные правила и предписания, дважды рожденный брахман, шатри или ваше, должен жить в гуру поле, мы уже говорили, что у него есть в гуру поле для семейных людей, под опекой духовного учителя. Там он должен, насколько это позволяет его способности, изучить и усвоить все егические писания, в том числе и опанишады и дополнение к веду. Если ученик в состоянии, он должен дать своему духовному учителю и вознаграждение. Гуру Дакшина. Какая высшая степень Гуру Дакшина? Звучит там, чем звучит. Как она звучит? Яна Дакшина Сан Дэш. Или Дакшина Яна Сан Дэш. Так, вы видите, правильно? Дакшина Яна Сан Дэш. Это в одиннадцатой песне. И Дакшина Сан Дэш. Дакшина? Сан Дэш что такое? Сладость. Да, сладость. Сладость чего? Послание. Сан Дэш это послание. Удова Сан Дэш это послание Удови. Гопи, когда он приехал в Гриндава, это то, что он как Кришна передавал, перескалывал, это называется Удова Сан Дэш. Послание. Дакшина Яна Сан Дэш. Лучшее Дакшина, лучшее подношение к духовному учителю это Яна Сан Дэш. Передача Яны и знания, которые мы получили. Дать учительу вознаграждение, которое тот попросит, а потом не то, которое мы хотим, а то, которое гуру попросим. Потому что ему нужно отучиться и подарить ему вайшки спокойнейшей после инициации. где жить в духовной жизни. Но Кришна показал пример, что его духовный учител попросил. Соберем в смертных слоях. Да, ребенка. Ребенка. Он сказал, ты Дэвике детей воскресил, верни мне его. Он сделал, проблем не было. Там, правда, не надолго он вернулся. Ребенок пришел, говорит, а что такое вообще? Я там уже, у меня уже другие планы, я живу другую жизнь, а тут вы. У меня таких мам и пап, знаете, сколько угрозов. В соответствии с своим желанием и указанием духовного учителя покинуть гуру-кулу и перейти в какой-то другой ашин, то есть стать перекраской, донапраской, пирельцем, ясин. Даже донапраской может быть просто драмачаря ашин. и основополагающие восемь принципов брамачарьи, чтобы мы их запомнили, это 6.1.13.14, Шимандага там, ну, я их просто зачитаю. Так, я буду тогда в унифицированной форме, чтобы я за ним ухом на всякий случай. Брамачаря или безбрачие сводится к соблюдению восьми заповедей. Первое. Брамачарий не должен думать о противоположном поле, говорить о вступлении с ним в связь, заигрывать с противоположным полом, смотреть на них с вожделением, беседовать с ним наедине с представителями противоположного пола, желать близости с ними и уж тем более ему и следует пытаться вступить в связь и вести с ними половую жизнь. Брамачарий должен избегать даже мысли о противоположном поле, не говоря уже о том, чтобы заглядывать на них или беседовать с ними. Таким подобает быть истинным брамачари. Если брамачарий или санья се беседуют с противоположным полом, если брамачарий и санья се беседуют с женщинами наедине, он может поддаться искушению вступить с ней тайную связь. Вступить с ней в тайную связь. Если он общается с ними наедине. Ставим связь. Причём связь может быть и не на грубом плане. Он тоже не говорит, что там всё произойдёт. Но на тонком плане они наступают не раз. Поэтому именно в этом брамачапе она очень важна для нашей жизни. Мы должны контролировать эти вещи, проявляющиеся в нашем сознании в первую очередь. Потому что тело – оно коричневое тело. Не для духовного прогресса эти стандарты необходимо соблюдать изначально. Сам в первых дней стараться соблюдать эти стандарты и постепенно их культируют. Да, в наших случаях в западном мире, сейчас особенно, это довольно-таки сложно. И шеф-группан, когда я приехал, тоже было довольно сложно этих ребят остановить. Потому что у человека есть большое количество самых скар связанных с этой деятельностью. Он занимался абрам-ачарией всю свою сознательную жизнь. И тут его вдруг останавливают и говорят, всё с этого момента не действует. Есть очень хорошая фраза, я не помню, я не могу остановить поезд, но я могу сделать так, чтобы он не поехал. Остановить полёт абрам-ачарией очень сложно. Это остаточный принцип, он ещё долго будет нас цеплять на тонком плане. У нас будут вспоминания, у нас будут какие-то самскары, они будут всплывать, какие-то ощущения. Наши чувства они все вспоминают. Человек, не знаю, касание может вспоминать, аромат вспоминать, картинку вспоминать, звуки вспоминать. И это будет тянуться долго, поверьте, это будет всю жизнь. Если у человека было хоть одно соприкосновение с противоположным полом в той или иной форме, когда он себя не контролировал, а поддался чувствами спокойно, то он будет на грубой плане наслаждаться взаимодействием с противоположным полом, но это будет всю жизнь. Просто эти самскары с каждым разом по мере сдерживания, сдерживания этих мыслей и желаний, они просто будут слабее, они будут терять силы, у них не будет по пикаменту. Он будет как бы пытаться извлечь вкус, помните, нах, нах, чарлита, чарлана, он будет жевать, жевать, а уже вкус будет теряться, потому что ему туда с сахаром не поддыхает. Но стоит как бы провести ещё один акт наслаждения, я говорю грубого или тонкого варианта, сахар в эту жвачку вливается, и мы вновь начинаем в эту жвачку жевать, она снова вкусно становится, он опять наслаждается, свежие воспоминания, потому что те далёкие, они уже далеко не помнят, что у нас было здоровое тело, красивое лицо, а сейчас волос нет уже почти, тело обвисает потихонечку, и что бы с ним ни делали, это пластические хирурги, оно только трехлеет, 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 хотя внешне вроде картинка поддерживается, но по факту всё видит, это выглядит странно вообще, там 25-летние бабушки там дают, да? Ну, выглядит по меньшей мере странно, и самое интересное, что эти женщины, и не только женщины, самое странное, что и мужчины сейчас начали делать эти операции по поддержанию своего внешнего вида, с возрастом человек становится привлекательнее с помощью картинки, картинка, она уже не так важна для людей и окружающих, тем более его функционал тела уже явно не соответствует той картинке, которую он его поддерживает. Люди начинают принимать стимуляторы, начинают какие-то белковые диеты, в общем стимулируют себя во всех местах, где могут, я имею в виду, и через дорогу там, и бегать, чтобы он мог, он пробежать может 30 метров уже, ну, на каких-то там, как он говорит, аритаболей, например, баксер, побежал, ну, всё здорово, да ещё и пока час, если да, всё здорово, потом перестает колоть, она просто, нога становится, знаете, как такой, какой-то гнилой помидор, знаете, такой свисший такой, морщинистый, ну, это ноги становятся после этого, у меня знакомый просто хоккеем занимался, они себе колонией аритаболей, ноги и качали ноги, ну, для них важная часть тела, вот, я на него смотреть сейчас боюсь просто, особенно если он там шорт, он уже сам старается не ходить, он, ему 34 года, или 33 даже, на него смотреть страшно будет, ноги, а не настолько, знаете, аморбное состояние, иначе мы применим, ну, просто он ещё и перестал заниматься, и с каждым годом всё сложнее и сложнее будет себя поддерживать, и единственный принцип, это та мудрость, которую мы в течение жизни набрали, мы становимся этим привыкательными для окружающих нас людей. Фильм такой есть, «Место встречи изменить нельзя», про Шарапа. там, или это не в этом, ну, по-моему, в этом, а, нет, не в этом, нет, фильм называется, «Похоровский ворот», там хорошую фразу, я их там, персонажей не помню, он просто помнил, хорошую такую фразу, что старики и молодёжь должны жить вместе, потому что молодёжь будет подпитывать энергией своей энергетикой, своим энтузиазмом пожилое поколение, а старики могут делиться с ними мудростью прожитых лет, то есть, человек в возрасте, он будет понимать, что он ещё кому-то нужен, он, как бы, может получать заряд бодрости от этих людей, а, соответственно, он может делиться с ними мудростью прожитых лет, но если она есть, если эта мудрость есть, а если и нет, то что надо делать? Ботокс, скальпиль, картинка. Если человек мудрый всю жизнь свою не нажил, то единственный шанс для него стать привлекательным для кого-то, это сделать картинку. Хотя, соприкоснувшись с этой картинкой, я понимаю, что лучше бы молчать. и и и и и и и и хотел закончить фразу из читания черри таблики, это Мадлилила 15274. Что группада очень настаивал на том, что мы ставим Мадлим Артикали, это личность, которая способна передавать философию дальше. Но тут, конечно, мы захлёбываемся в своём знании. Прямо не можем передать. Оно у нас есть, но оно выходит и правильно не может. У нас нет неумения, некачественные квалификации. Мадлим Артикали не умеет это делать, но према Мадры Крика Упекших четыре определения в Мадлим Артикали, вещи, которые он обязан делать. Према, он развивает любовь. С кем? С Кришной? Нет, с Кришной. Мадры, он дружелюбью развивается Преолюдом. Криптовой. Милозью. Да, к людям, которые не определились с жизнью. И Упекшен он отстраняется от активных атеистов, от активных демонов, которые занимают активную антоконистическую позицию по отношению к духовной жизни. И Шелакрупад говорит, что мы должны стать Мадами Дихари, это мы Браммами. Это человеком, который способен, вообще даже больше, чем Браммами, мы должны стать Ачарием. Ачарием у него очень простое определение. Ачинотия шастра тха, чареста поляця пи, своем, ачари твесмат, а чареста на киоти тага. Три вещи, которые должен иметь Ачари, чтобы носить этот титул. Ачинотия шастра тха, он понял суть писания. Он сам разобрался в сути писания. Не чареста руку, он знает, бога руку, он знает, зачем все это делать. Ачинотия шастра тха, цареста поляця пи. Он может передать это знание другим, квалифицированным, исходя из уровня тех, с кем он общается. Своям Ачари, это ясно. И сам этому свежим, это самое интересное. Не просто знает и передает, а сам этому свежим. Ачари, стена киоти тихо, а этим прославленным Ачари. Мы должны сказать отчаяние. И здесь очень хороший текст, этот 15.274, мы говорили, здесь говорится, что сердце Брахмана очень число от природы. А Брахманом можно не родиться, и не можно стать. Сердце Брахмана очень число от природы, и оно достойно того, чтобы в этом сердце на себя Кришна. Только сердце Брахмана, только сердце человека, настигшего вот этой квалификации, находящегося на уровне благости, ну, минимум, да, или Шуда Сатва, или Шуда Сатва, Васудео, называется Васудео. И не этот человек достоин того, чтобы Кришна высветал в его сердце. Вот тогда мы начинаем, если мы это некачественная вода, на этом уровне находимся, вот тогда мы сможем на джапе петь от сердца, воспевать от сердца, вызывать Кришну. Сейчас это наше взывание, наш крик, он преломляется через Раджас и Тамас. И Кришна говорит, Господи, только на милости ты вытянешь, только на милости, на милости преданных, как Бог. А иначе, Госудан Садасов, такое вот, произведение душно-марного, нас ждут три вещи, товарищи. Канака, камень, профишна. Если мы в одиночестве успеваем с полиумом, мы разорвем в себе три вещи. Канака, камень, профишна. Привязанность к нам еще. Канака, это привязанность к длингалу. Канака, привязанность к длингалу. Это ценность к материалу, да? Канка, привязанность к длингалу. Камень. Что такое? Канак, привязанность к длингалу. Да, противоположный пол. Камень. И, братишна. Да, желание, почте, слава. Вот это нас ждет сейчас, в праве-югу, если мы в одиночестве, в первом состоянии. Имеется в виду, наши нули, два десятых баксов. Да, а потом в эрганировании начинаются. Бау-бару, Крем-бару. У них есть квалификация для этого. Но на наши нули, к сожалению, или к счастью, может быть, мы должны помогать друг другу продвигаться по этому уровню, а иначе, а иначе эти гунны, страсти и невежества, они будут нивелировать все наши попытки. Они будут сжигать все, понимаете, преномляться через него и все. И то, что в итоге Кришна будет получать через призму с луком нашего мага, помимо того, что мы еще пытаемся, только на милости. Только на милости. Все, дорогие предные, гранд ратчима баду ки- ки- ка- ратчима баду ки- а- р- Ровно 9 вопросов нет, все счастливы, те кто после Казаша, они уже счастливы, те кто не попал, они будут счастливаться, к своей не станут счастливы, поэтому спасибо дорогие преды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...